всем привет история подписися сейчас я зачитаю история потом прокомментирую и она мне прислала там в письме свои фотографии прикреплялась парням честно что это просто очень красивая ухоженная приятная девушка с внешностью модель на это такое милое красивое лицо так что эти хочу передать режиме не называют анонимно ты молодец супер короче каждый раз когда слушаю ваши видео галина все время хотела поделиться и своей историей я вчера только собрала вещи ушла от своего парня турка уехала обратно в украину мне сейчас сложно больно надумаю я правильно сделала я сразу скажу ты правильно сделала наша история началась в прошлом году до карантина который был весной мы познакомились тендере когда он улетел с украины начали общаться мне вопрос чем там дело украины у вас я еще тогда влюбилась в него образ инстаграме фотографии понравились сама же я понимала что это виртуальность надо быть аккуратней чтобы крышу не сносила он общался но отвечал редко у него в инстаграме количество подписчиков всегда росло и это было большое свой девушек я сказала себе что нужно останавливаться и заблокировала его но через месяц я решила разблокировать обратно почему-то тут он это заметил и написал мне первым я удивилась он написал что думал обо мне я снова удивилась и сказала что не хочу чтобы в его списке девушек находилась я то есть ну как бы выделиться понятно на отношении такое он не отреагировал никак а только ответил что планирует приехать в киев летом и спросил не против ли я встретиться с ним я ответил хорошо и вот июнь июля август я планирую поездку на море в турцию с подружкой но мы разошлись в предпочтение с ней о том кто как хочет отдыхать и решили что каждая поедет сама по себе я искала себя компанию для поездки но ни у кого не получалось в итоге решила поехать одна сняла отель как раз в те дни было мой день рождения я написал этому парню что собираюсь приехать он обрадовался нашел мне отель приехал в аэропорт меня встретил он живет в анталии это было 7 утра это была наша первая встреча на второй день познакомил с мамой и младшим братом его семья из эрзурума мама брат старше 30 лет он ему 25 лет и младший брат 9 лет отца убили 2015 году вот как я была в антонии в анталии неделю он со мной проводил время везде возил показывал все оплачивал на мой день рождения мы поехали в аквариум где после мы поехали обедать за обедом он сказал что любит меня я была в шоке потому что изначально когда я ехала в анталию я дала себе уговор установку что это летний роман и не больше так как у турков я вообще не воспринимаю нормально так как они ведут себя на украине экстра неординарное я ничего не ответила ему и он повез меня в отель а сам поехал в зал и сказал быть готовы через два часа он заедет за мной повезет куда-то я ждала его целых четыре часа мне это так возмутило что в свои свой праздник вместо того чтобы гулять в губ по городу я сижу в номере и жду его и так было часто я ждала его один и два раза объясняла все это что у тебя дела туда и мне знать что я сама могу пойти гулять и сидеть тебя не ждать это типичный нарцисс видео про нарциссов пересмотрите я все про это рассказывала привлечение к себе внимание выставляет себя таким как ты хочешь видеть сама все раз к выложила ему уже заранее высматривал в интернете жертву окружает себя бабами для поднятия самооценки типичный нарцисс все посмотрим что будет дальше все же через четыре часа он приехал за мной мы поехали в частный клуб где он сделал для меня вечеринку там было немного людей но это было приятно подарил мне золотую цепочку и после поздно вечера мы поехали к нему домой есть торт пить чай с его мамой типичный нарцисс тебе холодный душ ты ждала нервничала потом тебя тут же окутывают любовью подарками и предвосхищает твои ожидания мама меня сразу полюбила через пару дней я уехала в киев и решила для себя что он пропадет наверное но нет он писал не всегда в сентябре снова был локдаун мы месяц были на переписке он писал что ждет меня и любит и тут мне пишет и предлагает приехать к нему жить сам мама его была не против квартира у них большая и я могу так как работаю онлайн я решила поехать попробовать приехала приняли меня хорошо мама и младший брат меня полюбили мы начали жить вместе это опять типичный нарцисс я буду типичный нарцисс на все видео он тебе дал то что ты хотела семью мама не против очень они очень быстро переходят скажем так в максимальное вот это тесное питаться тебя курить как полк чтобы ты матом исходя из потребности чтобы ты потом не захотела от него скажем так отдали убегать от него но он этим самым до нас дает тебе фальшивую картинку что супер замечательное как хорошо может быть чтобы ты потом думал он должен был такой хороший ладно дам ему еще надо мной поиздеваться вроде все неплохо но я замечаю что он постоянно с кем-то переписывается не 24 на 7 но общается и оказывается там девушки я спрашиваю что это он не отвечает подружки я не могу поверить в дружбу между мужчиной и женщиной говорю ему что я так не делаю и мне это неприятно или ты не меняешься что-то мы тогда мы расходимся так как я не общалась с парнями вообще когда было с ним в отношениях то есть никаких провокаций с моей стороны не было помимо этого у него всегда появлялись новые какие-то подписчицы в инстаграме пару раз был скандал где я рыдала и он немного поменялся удалил какую-то часть девочек для флирта в инстаграме его инстаграм это одни фото с ним stories это такой какой он сексе в зале со мной не фото ничего мы ругались по этому поводу тоже но в итоге он начал показывать меня в stories выставил нашу фотографию это был первый конфликт у нас который длился семь месяцев наших отношений второй конфликт был времяпровождение его режим это учеба целыми днями работа иногда он помогает в магазине своей семье но месяц назад он открыл кафе и теперь он вообще всегда там и зал тренажерами он очень любит туда ходить на меня времени у него нет практически никуда мы не ездили один раз подарил мне цветы на 14 февраля а на 8 марта времени на меня не нашел но зато сходил спортивный зал его личность нарцисс но при этом ко мне он как-то приручился если у нас конфликт он ведет себя как подросток совсем незрелый здесь остановлюсь правильно подметил что он нарцисто сама даже до этого догадалась молодец но нарциса нельзя приручить он ко мне как-то приручился нет он играет с тобой в игру нарцисс нарциссическую абьюзивную и он тебе дает такое ощущение что якобы то есть помните я вам рассказывала при тягивает и отдаляет это в эти моменты притягивания чтобы потом тебя посильнее скажем так обидеть и насладиться этим моментом садистическим тема девочек подруг постоянно у нас была фокусе познакомил меня с тремя его подругами в жизни общается он еще с какими-то при этом телефон я его могла брать в руки он разрешал как я ему свой брать типичный нарцисс поймай меня поругайся понервничать вы психовали все это время за девочкой он для этого это все специально и создавал мы часто ругались но несмотря на это всегда милились как мы друг друга как бы мой друг друга не обижали с подругами он никак расстаться не мог и в один день я так устал от этого всего и сказал ему что я собираюсь покупать билет и уезжать не вижу смысла мне тут находиться когда какие-то девушки важнее чем я на что он взял мой телефон увидел последние две переписки одна по поводу работа вторая мой знакомый турок приезжал в анталью на марафон и в смс я спрашиваю об этом на что мой парень подумал что я собираюсь с ним бегать тоже в марафоне хотя он знает что я не бегаю еще каким-то способом нашел мою старую страницу в инстаграме где были фото с бывшим парнем 2010 года батюшки 11 лет прошло страницу я смогла удалить еще раньше она была создана с другого телефона и мой парень ушел с нашей комнаты написал мне огромное сообщение что я хочу внимание это моя проекция так я хочу внимание других что он такой хороший а вот я флиртую со всеми и блокирую всех везде находясь соседней комнате я захожу к нему и спрошу что это а он злой отталкивает меня и уходит из дома я рыдаю того что мне неприятно как он какого он мнение обо мне и пишу что я не хочу такое отношение на что он мне отвечает бери вещи свои сваливай уходи я сказала хорошо утром меня не будет когда у нас были конфликты и не такие серьезные как этот всегда его мама насмирила она разговаривала с ним и мой парень менялся и шел ко мне мириться что возвращаюсь я обратно к ситуации я утром стою собираю все вещи ухожу в отель ничего никому не говоря потому что меня сильно задело то что мне написали я не хотел чтобы его мама снова вмешивалась за весь день мы парень не выходил на связь вечером когда вернулась мама домой и заметил что меня нет она начала мне писать звонить чтобы я вернулась что если меня очень любит а цену самого ничего не было слышно в тот момент в это же время мы подали мои документы на пермит поэтому со стороны выехать я не могла но можно было вернуться через три месяца на следующий день я пишу своему парню что давай поговорим это огромная ошибка уходя уходи как говорится даже он специально делал чтобы вы сами позвонили написали а на вас чувство вины навесили на следующий день я пишу своему парню что давай поговорим он на меня в обиде и непонятно за что точнее потом он мне сказал что вы очень ранило то что я ушла хотя он сам меня выгнал вот она это типичный газлайтинг ты сама дура сама не так поняла сама вообще все в порядке это у тебя с головой какие-то проблемы я тебя не выгонял ты сама ушла хотят ты меня выгнал я приехала к нему в кафе мириться он не хотел со мной говорить говорил что все ему надоело он устал я стала сказал хорошо только теперь при мне звони сейчас своей маме сам с ней решает чтобы она мне перестала писать и общаться со мной тогда я уеду он звонит маме что-то и говорит и пока я ехала в отель то в эту ситуацию подключается еще и старший брат его фуркан вообще не с кем не контактирует на контакт из родни не идет это брат его брат звонит не спрашивает где говорит что они очень переживают за меня и предлагает меня забрать честно скажу то и абьюзивная семейчика подобное они еще и сынку своему помогают у братику вообще красавчики целое логово я согласилась так как было было в стрессе и он брат меня забирает вместе с мамой мама обнимает меня плачет они привезут меня к брату домой с женой я же настроена покупать билеты лететь домой но все меня убеждают подождать чтобы мой парень успокоился на третий день парень предлагать 3 поговорить мы увидели мы увиделись он обнял меня вроде помирились и я предложила чтобы не было у нас конфликтов по поводу инстаграма просто открыть друг у друга свои страницы чтобы не было повода для конфликта он сказал нет и я поняла что он что-то скрывает после наших трехдневной ссоры мы едем к его брату за моими вещами целая санта барбара он остается там ночевать за вечер он редко ко мне подходит сидел в телефоне меня это насторожило и когда он уснул я взяла его телефон ввела пароль который случайно увидела и увидела переписки с девушками за эти три дня как мы ругались все чаты инстаграм ватсап телеграм были в переписках с русскими и турчанками общение приезжай ко мне в анталию я тебе берег приготовлю это в его кафе мы погуляем по городу меня это просто убило и каким-то еще девушкам отправлял свои фото из зала в то время как я его ждала от дома это было очень это была ночь когда я все увидела я не могла спать взяла его телефон и всем девочкам отправила фото где мы вместе и подписала это моя девушка с украины потом он проснулся увидел все это но на меня не разозлился я ему сказал что если ему они так не все важны то не таки в свое время и давай расставаться окончательно на что он мне ответил что нет ты что это было для тебя пример где его подруги турчанки а где флирт это чтобы я перестала ревновать и сказал что всех удалит послезавтра после завтрака пардон блин сейчас он не может но после завтрака сейчас поезд обязательно всех удалит я вообще ржу не могу что тоже было не так он удалил в переписках с этими девушками наши фотографии написал что я его бывшая взломала телефон а потом всем этим девочкам объяснил что мы поругались и теперь он идет ко мне на встречу и после встречи ответь он это написал всем девочкам я злая говорю что это такое он мне отвечает я же джентльмен не могу как ты сразу всех блокировать нужно уважительно расходиться с людьми блин прости пожалуйста что я но я не могу это по-другому читать это реально смешно я не то можно там не подумать что дурочка какой-то считает и на это велась а то что он настолько наглый такой бред говорит и блин просто аргументы о боже он мне отвечает я же джентльмен не могу просто так людей кидать надо красиво с людьми расходиться я не могу даже читать окей а то что мне было больно этого не особо волновало в итоге мы помирились он типа их удалил мы начали дальше пробовать строить отношения я уехала в киев на две недели к родителям за это время он снова добрался добавил каких-то девочек себе я отреагировал на это опять попросила удалить он ответил нет это моя подруга а сама девочка с в с к где он тоже выставляет свои фото в итоге я вернулась в турцию с киева и через неделю это сейчас мы расстались точнее когда вечером он уснул я взяла телефон и увидела снова архивированную переписку с одной девочкой то что он в с ц о к его и нашли такого просматривал других трех-четырех девушек видимо какая-то соцсеть я разбудила его спросил что это такое он отвечает ты опять за свое и дальше спать я рыдала всю ночь ко мне он даже не подошел он знал что я плачу этот момент был финальным для меня утром я встала и когда он собрался на работу сказала что я купила билеты завтра улетаю на что он мне ответил хорошо я устала тебя собрала вещи уехала к подруге чтобы побольше его не видеть и не участвовать в том как мама его пытается нас помирить но вечером мне начинает писать его мама и он пишет и звонит мне что как я могла уйти и не сказать что он мне очень любит звонит моей маме и с ней разговаривает короче говорил что я его бросила ничего не сказав ушла хотя утром я все ему рассказала же за тот день он добавил опять 10 новых девушек и свое новое фото а я улетела в украину прилетела домой и рыдаю потому что у меня есть чувство к нему и он хороший реально хороший я сейчас это читаю поле но при этом эта странная сторона самолюбования и общение с девушками меня не понять и мне это не понять вот такая история буду рада вашему ответу с уважением он хороший алё он хороший ты не так поняла это в тебе проблема а я хороший я на это он тебя считает хорошим типичный нарцисс я не буду про все это рассказывать отдельное видео нарциссов пожалуйста пересмотри почитай книжку таня танк бойся я с тобой это типичный нарцисс лайтовый такой вариантчик сильно там физически над тобой не издевался ничего делать еще хорошо соскочила любишь ты его да ты наверно невротик раз тебя зацепляет когда любовь равно боль тебе с неврозом надо разбираться это не нормальные отношения не надо тебе ты понимаешь вот я хохотала не обижайся на мой смех а вообще вы сама начни смеяться над этой ситуации как ты почитай со стороны послушай как я читала на третьем лице какой абсурд какой бред что он говорил реально объективные какие-то моменты переворачивалась ног на голову использовал газлайтинг переиначивание что черное это белое это у тебя галлюцинации это не цветное и это нормально он от тобой издевался кайфовал от этого он делает это ради вот этого там типичные моменты на которых я оставалась останавливалась и комментировать это поведение типичное такого склада личности типа личности человека и ему девушки нужно для поднятия настроения свои самооценки своего эго самолюбивый типичный нарцисс вообще самое ужасное что таким он стал либо в силу там каких-то особенностей своей 0 и в семье и мама и братья это покрывают и они скорее всего тоже нарциссы в какой-то там своей степени могут быть они его покрывают они оставляют вот этим перемирием ты не они тебя любят ты нафиг не нужна это потому что они гасят нарциссам что важно от руки скажем так нарциссам важно хорошее мнение людей окружающих о них они не треть не терпят никакой вообще сомнения своей правильности в своем образе критики никакой и родители мама и брат они помогают вот эту критику убрать они сглаживают эти моменты чтобы в глазах других людей он был хорошим поэтому ты считаешь себя плохой ничтожеством какашкой и даже пишешь не он хороший да сфига ли он хороший это ты хорошая ты даже терпела это год отношений это ты молодец он хорош смотри как он от тобой издевается почти то послушай что я еще раз читала типичный нарцисс блин ты кайфуй что ты без потерь убежала сейчас оттуда ничего не теряешь работу не потеряла у тебя работа на удаленке кайф вообще дорогая моя танцевать тебе надо веселиться ламбаду ча-ча-ча-ча что ты не с этим уродом там никого никакого будущего он никакой нехороший он тебя заставляет так думать но это не так он очень плохой так я тебе скажу извини что я смеялась но я реально от этого абсурда не могла сдержаться я хохотала какой бред он типичный вручий нарцисс радуйся я тебя очень поддерживаю найди себе нормального парня но чтобы найти его смотри если ты хочешь напиши мне на почту возьми консультацию чтобы я поговорим проблему почему ты его терпела что с тобой вообще происходило почему он тебе нужен зачем мы проработаем это вот это чувство чтобы ты могла его отпустить посмотреть на него другими глазами посмотреть что вообще происходит вот что тебе скажу чтоб тебе стало легче но ни в коем случае пожалуйста не возвращайся это надо выходить из этих отношений радуйся вот этим пользуемся моментом что ты оттуда скажем так выпрыгнула и выскочила я за это очень рада что от нарциссов тяжело уходить они очень 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 сильно тебя воздействовать успел вот поменять какие-то твои остановки и мысли о себе так что я тебя вообще поздравляю ты свободно переступай к другим отношениям лучше побыть одна по наслаждайся свободой пойми что какой тебе мужчина сейчас нужен девочки пишите комментарии особенно кто был в нарциссических отношениях кому есть что рассказать у меня тоже были отношения с нарциссом я думаю об этом наверное снять все таки надо будет видео вам мой пример расскажу как у меня были отношения как мне тоже использовали газлайтинг когда думал что все идеально хорошо и он усмудрился скажем так своим образом настроить всех что он идеально хорош а это я что туплю и отказываешь от идеального мужчины но я это смогла сделать разорвать эти отношения хотя они у меня были довольно таки долгие несколько лет напишите нужно ли такое видео снимать рассказать вам о этом вообще напоминаю в инфобоксе моя почта для ваших анонимных историй как в этом видео или записи персональные на консультации в скайпе поставьте лайк этому видео и считайте что оно полезно и нужно спасибо что посмотрели всем пока